12.37 Новосибирске, в Новосибирской области еще раз добрый день, дорогие слушатели Радио 54 во всей Новосибирской области. Поздравляем вас с праздником Победы. И у нас в гостях наши любимые, замечательные, как-то сказать, ну, такие друзья, что вот они всегда с нами. Это группа АГМА и ваши любимые, я надеюсь. Да, с удовольствием представляю их в эфире. Давайте познакомимся с Сергеем Пашненко, Ольгой Эстеркиной, Евгением Пашков и Сергеем Рахчевским у нас в гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. С праздником вас. Вы знаете, вот год от года, третий год уже у нас проходят эти живые концерты и ваши в нашем эфире. Вы всегда находите время вот в череде этих майских праздников прийти к нам в эфир. Вот насколько загружен ваш график 9 мая, Сергей? Ну, в принципе, не сказать, что плотно, вам вообще большое спасибо за то, что приглашаете, не забываете. Это очень даже здорово. Дружба не обсуждается. Ну да, дружба, по-моему, растяжимая, но и не обсуждаемая. Ну, сегодня мы вспоминаем своих дедов, прадедов, тех, кто воевал. У вас есть какие-то истории из личной жизни, перешедшей к вам от ваших предков? Тех, кого мы сегодня можем вспомнить, о ком рассказать? С кого начнем? Ваше благородие память. Ваше благородие память. Да, да, да. Ну, дед, у меня дед Николай Пучков Николай Степанович не вернулся. Он воевал в Подмосковье, 41-й год, как раз тяжелые бои за Москву были, не вернулся, а он без лица пропавшего. Вот такая история. Ну, память о нем вечная. В бессмертном полку не принимаете участие? Да, принимает мой, получается, племянник Леша и мой родной брат. То есть вы передаете это из поколения в поколение? Вы знаете, это, наверное, очень здорово, что люди там 13-летнего, 14-летнего, 18-летнего возраста тоже присоединяются к бессмертному полку, и это очень хорошо. И год от года их становится больше и больше и больше. Ну, у нас живой концерт. Давайте споем. Давайте споем, давайте начинать. В репертуаре группы Адма очень много песен военных лет, очень много песен Владимира Семеновича Высоцкого, посвященной военной тематике. Что сегодня? Что это будет? С днем рождения. Поздравим с днем рождения Акуджаву, и с его песней начнем. Булак, Шалыча Курждава. Адвайс. Давайте. Давайте. Поздравим с днем рождения Акуджаву. Поздравим с днем рождения Акуджаву. Поздравим с днем рождения Акуджаву. Ваши благороди, Распожа чужвина, Жарка бы, мало бы, Да только не любила. В ласковые сети Постой, не лови, Везет мне смерти, Повезет в любви. В ласковые сети Постой, не лови, Везет мне смерти, Повезет в любви. Ваши благороди, Распожа, удача, Для кого ты добрая, А кому иначе? В ласковые сети Постой, не лови, Везет мне смерти, Повезет в любви. В ласковые сети Постой, не лови, Везет мне смерти, Повезет в любви. Ваши благороди, Распожа победа, Значит, моя песенка До конца не спета. Перестаньте, черди, Клясться на крови. Везет мне смерти, Повезет в любви. Перестаньте, черди, Клясться на крови. Везет мне смерти, Повезет в любви. Группа «Агма» у нас в гостях. Только живые песни, только живое исполнение. Мы продолжаем наш праздничный 9-майский концерт. Ольга, подскажите, вот у вас есть какие-то Воспоминания о ваших предках? Для начала хотела поздравить сегодня С днем рождения своего племянника. Он как раз родился 9-го мая. Вот тогда да. И это лучший подарок, я думаю, тем моим его прадеду, который пропал без истины на войне, и прабабушке, которая воевала, закончила войну в Монголии. С днем рождения, сколько лет человек вспомнил? 9 лет. 9 лет. Ну это очень здорово. И знаете, в этот день мы вспоминаем песни военных лет. И вы их много поете. Вот какой вопрос ко всем. Как нынешние, ну не 9-летние, но наверное там 18-летняя аудитория реагирует на песни военных лет? Как они их знают, помнят, просят вас исполнить? И сколько их вообще на ваших концертах? У нас публика по возрастному, так сказать, контингенту от и до. Так, от трех и за 70. И молодежи много бывает. И песни военных лет слушают с удовольствием. Вчера у нас очень много молодежи было на концерте. Как раз пели песни. Многие их знают, кстати. Ну это здорово. Это очень радует. Ну это фильмы, наверное, это пластинки, это вот как сейчас Павел и МП3. Откуда у них это? Я думаю, что скорее всего, я в первую очередь, скорее всего, это все-таки заслуга родителей, которые передают своему детям. А потом уже фильмы. А ваши дети-племянники участвуют в ваших концертах, как исполнители. Вы их приучаете к этой культуре? Ну, моя дочь, она, как сказать, она уже в этой культуре, тут ее не надо приучать, но пока у нее там свои проекты, у меня свои. Сергей, у вас кто-нибудь есть в нашей группе из ваших родственников? Вот такая тема. Кто в нашей группе из ваших родственников? Случайно, вы с Женей не как? Да нет, вообще, Сергей, вот вопрос о преемственности поколения, преемственности вот этой культуры, потому что песни великолепные. Я считаю, что до сих пор при всем уважении к современным музыкантам, при всем уважении к тем людям, которые военную тематику в современном творчестве поддерживают, ну таких песен, наверное, еще не написано. Да, согласен. Дело в том, что я вот работаю в музыкальной школе, и вчерашний день посвятил тому, чтобы каждый ребенок у меня прошел через Катюшу, прошел через песню, господи, «Землянки», «Темная ночь». Ну а сейчас хочется сказать такую штуку. Когда я познакомился с творчеством Сергея Пышненко, это буквально недавно, 26 апреля было, мы делали концерт по его произведениям, да. Очень так сказать, ну без пафоса сказать, что какой-то высокий гуманизм в этих песнях, какой-то внутренний свет. И мне вспомнили слова Зиновия Герта, который Герта в кинофильме «Место встречи изменить нельзя», когда он сказал, что… про милосердие он сказал. «Милосердие – это доброта и мудрость. Это та форма существования, о которой я мечтаю. Может быть, кто знает, сейчас в бедности, скудости, нищете, лишениях рождается эпоха. Да нет, эра, эра милосердия». А так роман назывался против Вайнера, по которому он снял фильм. «Эра милосердия». И вот сейчас прозвучит песня Сергея Пышненко, которая как раз говорит именно об этом. Сергей, мы слушаем ваше творчество. Ну получается так. Давайте две минуты, мы прервемся. Вы сейчас настроитесь как раз и мы продолжим. Группа «Агма» у нас в гостях. Сергей Пышненко, Ольга Истеркина, Евгений Пашков и Сергей Рахчевский. До рекламы мы буквально поговорили и рассказали истории предков части группы и приготовились петь песню Сергея Пышненко. Сергей, какая это песня? Вот представьте-ка. «Звезда паллада». Ну там, конечно, появится про любовь, но, может быть, это вот, как сказал Сергей, она такая вот любовь космического плана. Давайте слушаем группа «Агма» в нашем химии. «Звезда паллада». «Агма» в нашем химии. «Агма» в нашем химии. «Агма» в нашем химии. Вернулся в нем, чем на голодоне ... «Морскую звезду» И как будто бы молча она говорила со мной ... Мы как будто гуляли, в внебеленном райском саду ... И струился над уровень божественный свет не темной. Гори, гори, звезда моя поллада, С тобой мои надежды и мечты. Мой дом, земля, другому мне не надо, Мой дом, земля, и в нём прекрасно ты. Пусть никогда мой парус не помикнет, Пусть никогда не затуплю клинок, Но пусть меня когда-нибудь окликнет Твой серебристый, злоркий колосок. Между ночью и днём, Между сном и обманом, Сквозь глухую доску По растраченных лет. Сразу высоких высот, Сразу в глубин океана Ты прольёшь на меня Свой мерзающий свет. Гори, гори, Звезда моя поллада, Добавла, Сергей Пышненко и группа АГМА в нашем эфире. Спасибо вам большое. Да, это было трогательно. И знаете, это совпадает с сегодняшним праздником. Конечно, жизнь продолжается. Гори-гори, звезда. Мы сегодня отмечаем праздник Победы в эфире областного радио 54 у нас с гостями группы АГМА. У нас остается 7 минут на все про все. Ну, мы еще успеем спеть. И хотели бы дать слово, наверное, Сергею Пышненко и Сергею Рахчевскому рассказать о своих предках. Буквально пару слов, чтобы о них вспомнить. Ну, у меня тоже в родне воевавших. Причем еще с незапамятных времен. Там прапрадед еще в составе казачьего войска ходил с Суворовом через Альпы. Но что касается Отечественной войны, дейка отечественная. Дед воевал. Носил я медаль его кительливал с орденами, с медалями. В общем, ребенком приезжал, дедушке, бабушке. В общем, свет воинтально. Сергей? Ну, у меня мой родной дед, Иван Рахчевский, погиб под Сталинградом. Было 24 года. Ну, мне как рассказали, что шел в бою, скосили пулеметную очередь. У меня сейчас 54, я уже пережил своего деда на 30 лет. Вот такая история. Спасибо вам огромное за это, за мирное небо над головой, за то, что мы здесь, за то, что сидим, их вспоминаем и отмечаем праздник 9 мая вместе с группой Агма. Ну, песня военных лирам. Чего? Чего? Давайте. Да. Группа Агма у нас. Слушай. Так, слова Танича. Исполнил эту песню в кинофильме Юрия Никулина. Никуда не было весны, еды, она пришла, я услыхал над головой, на самом краешке воды, забытый свист щегла. Исполнил эту песню в кинофильме Юрия Никулина. Исполнил эту песню. Исполнил эту песню в кинофильме Юрия Никулина. 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 Эта песня в кинофильме Юрия Никулина. Исполнил эту песню в кинофильме Юрия Никулина. Продолжение следует...